МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые поспехи в передолине наступства рассказали жахары Наравлянского района. Их задача – обеспека на воде. Сегодня свое профессийное свято отзначают супросовники освода. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Президент Беларуси сегодня принял дело республиканским субботнику. Керавник державы працовал на посадце древ у агрогородку Лясковиши в Петриковском районе. По воде традиции Александра Лукашенко на проконце красавика наведывая районы, которые потерпели одовары на Чернобыльской АЭС. Тому, как провести этой земли в парадок, одразить их, за сюда надается особливая увага. Уличивающий, что все лета поездка керавника державы Супала с проведением субботника, Александр Лукашенко вырешил взять уделу працы на территории национального парку Припятске. Тут на площади полтора гектара высадили 8 тысяч саженцев хвои. Керавнику державы допомогали усятые, кто что дня працует им побольше, а так само мясовые жахары. А значим, что Припятске – один из четырех национальных парков. Под особая ховая – амаль 190 тысяч гектаров. Треть из которых – абсолютный резерват дикой природы. И сегодня же президент Беларуси погутору журналистами. Подробязности в наших наступных выпусках. У Гомельска в области удел у республиканским субботнику проняли 350 тысяч человек. По попередних дадзинах на его рахунок будет залишено больше, как 1 миллион 250 тысяч рублей. Головные на прамки работы – зеленое доброе упорядкование, наведение парадку на земле и масштабная подрыхтовка до 75-й годе перемоги в Великой Чжиной войне. Одным из мест проведения субботника на Гомельшине стала везка «Ала» Светлогорского района, где возводится мемориальный комплекс с спаленным везком. Сегодня тут побывали наши корреспонденты. Мемориальный комплекс на месте спаленные везки «Ала» будуется с оправдизначными темпами. Наприконце минулого года тут пошли подрыхтовку территории. У саковику этого стартовало будовнество. Открыть мемориал плануется на переддни Дня Перамоги. Основная частка работ выконывается специалистами Гомельского домобудовничного комбината. Миновата на этом предприемстве вырабили усе конструкции комплексу. Агульной вагой амаль у тысячу тонн. Яго ж специалисты выконываются на объекте практически усе основные работы. Для нас, для строителей сложных объектов не бывает. Больше всего это ответственный объект, потому что таких мемориалов, которые мы строим здесь в нашей области, в Светловском районе, единицы, скажем так. Сегодня, допомоги будовникам, у Алу приехали супрацовники Гомельского Аблвыканкама и Светлогорского райвыканкама. Основные работы – доброупорядкование территории. Увагуле узведение мемориального комплексу наближается до завершения, и уже сейчас можно понять, каким он будет в кончатковом выгляде. У вход сюда дальше будет круглосуточным. По одним из вариантов, для осветления центральной части в вечерний и ночный час могут быть выкористаны светло-диодные лямпы, які будуть працаваць от солнечных батарей. И такая особливость, на какую звертаю увагу старшиня Аблвыканкама Янац Соловей. Реконструкция закранула и скульптуру солдата на братской могиле. Ранейшую фигуру червон армейца, який стоял на колене, заменили скульптурой у полный рост. Советский народ понес у войне великие страты – Олежьон – пероможца. Когда мы смотрели первый эскизный проект, конечно, мы разные варианты в душе видели, но когда сегодня с каждым днем посещают объект определенное время, я вижу, что он как на глазах начинает вырастать, обновляться и реализовываться в действии. Конечно, это будет сильное место для всех наших амельчан. Упрыгоживать мемориал у Али будуть и некольки яблень, которые посадили у дельники суботника. Особливость этих древ у тем, что их листья – червоного коляру, а назва этого гатунку – Алла. Воголе такая увага до мемориала не выпадковая. Сродки, которые будут заработаны в Беларуси под час сегодняшнего суботника, Министерство финансов у ровных долях накирует Национальному мастерскому музею и Гомерскому аблвыконкаму для завершения будовництва у Али. Наводится порядок и на воинских захоронениях, учитывая, что скоро знаменательная дата и в нашей стране, по предварительным данным, в суботнике принимают участие около 350 тысяч жителей Гомельской области. В фонд суботника ожидаем перечисления 1 250 000. Это сопоставимо с данными прошлого суботника. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Юген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район. Областный центр так само долучился до республиканского суботника. Во всех районах Гомеля вялись работы по добропарадкованию территории. У них принимали удел супрацовники предприемства и организации города, так само процовники улады. Гомельшане наводили парадок в парках и скверах, прибирали листья, сбирали сметки и саджали древы. Так, например, старшиня Гарвы Конкама Петр Керышенко и процовники структурных подразделений отправились на каскад озер у Волотаве. Разом с упрацовниками предприемства «Червоный гвоздик» они высадили 20 молодых либ. В опоштные годы озеленение города стало одним из приоритетных направлений. Последние годы, действительно, особенно надо отметить прошлый год, текущий год, количество деревьев, кустарников, которые высажены в нашем городе, они просто в разы больше, чем в предыдущие годы. Это, конечно, радует. Причем активно здесь участие принимают трудовые коллективы наших предприятий. В первую очередь, это делается за счет их средств и их руками. Это, конечно, дорогого стоит. Я хотел бы всем сказать большое спасибо за то, что они не просто на словах, а на деле, вот так бережно относятся к нашему городу. Усягу у республиканским субботнику сегодня приняли удел коля 120 тысяч горожан. Супрационники Гомельского областного управления Следующего комитета, паша субботника, приводили в парадок Аллею Следших на Рыжевском проспекте. Я ее высадили в 2017 году побачь с памятным знаком, установленным в гонор 6-й годовины створения Следующего комитета. На этом месте ведомства проводят разные патриотичные мероприемства, в том, как принять присяги. Потому что год следшие мкнутся заработать аллею больше аккуратной и пригожей, а так само дополнить новыми древами. Сегодня это были чарешни. Я сегодня приехала с мамой, чтобы ей помочь, садить деревья, выкапывать листья. И я знаю, что это памятник Следственного комитета. Сегодня мама приехала со своими коллегами. Варто дадать, что напереды дни проставники кировництва Управление Следующего комитета на шале со старшиней Сергеем Удовиковым высадили тут 10 ясенев. Сегодня они отправились в Жлобинский район на посадку Дреу на мемориальном комплексе «Червоный берег». Паша субботника Белорусский республиканский союз в молоде дау старт доброчинному проекту «Беларусь памятая. Никто не забыт и ничто не забыто». Активисты будут добро порадковать мессы, история о которых связана с 75 годом перемоги. По всей области молодь будет наводить парадок каля помников и обелисков. Так, например, в Жидковицком районе таким местом станет мемориал спаленной вёсцы Надубова. У Ельским братская могила 48 советским войнам. У Гомеля коллектив областного комитета БРСМ працавал на территории парка «Фестивальный» каля мемориального комплексу «Курганславы». Именно с сегодняшнего дня все наши территориальные комитеты, актив союза молодежи выходят на благоустройство памятников, обелисков, мест памяти и славы, мест, посвященных 75-летию победы. Только сегодня более 25 объектов будут удостоены молодежного внимания, и более 400 активистов союза молодежи примут участие в республиканском субботнике. Головная мета патриотичного проекта – протягнение уваги молодзи до захования исторической памяти. Акция «Беларусь памятая – никто не забытый, ничто не забыто» протягнется до 4 мая. 34 годы отраджения. Годовину шарнобыльской авары Беларусь устракая новыми поспехами у передоли не наступствов. Другое дыхание, отрымливая сельская господарка, экономика, заявляются новые предприемства, а с ними и новые прационные мессы. Цекало, что и колькость насельства в потерпелых районах зараз растет. Так, покажек на рожальности в Наравлянском районе выполнено плюсы. Про то, как сегодня отраджается полдневый сход Беларуси. Наступный репортаж. Сколько мальчиков, сколько девочек у вас? У нас так-то больше девочек. 8 девочек и 2 мальчика. У мамы Галины складанная задача – подрактовать вопротку на 12 человек. Кажа до великой семьи призвучались. А когда работать все с любовью, то хатнее, клопот и не утяжар. Тем более, что старейшие дети за все-таки готовы прийти на подмогу. В уголе Наталья и ее муж Владимир народились не в Наровле, а ли семейное гнездо, а листья вырошили звить миновито тут. Очень понравился город. Город своей тишиной, спокойствием. Я сама в Музыре больше часть жизни прожила, но сегодня приезжая в Музырь, я поняла, что я не пропадала. Мне нравится моя народа. Пять годов тому Нямаховы отзначили новоселье. От державы отримали двухповерховый просторный дом. Увага до молодых и шмадетных семью у района великое, тем больше, что по опошних даденах район плюсую на роджальности. До того же 80 молодых специалистов застаются у Наровле, а добрая мотивация для их свое жилье. До речи сегодня-то плануют побудовать 3000 квадратных метров. Для детей детская площадка, для молодых специалистов строятся дома, даются квартиры. Я сама в 2009 году пришла как молодой специалист, тогда еще в отдел культуры, и дали жилье. То есть все удобства для того, чтобы жить в городе, все предоставлены. Я живу уже давно на Ровле. 27 лет. Ну, город меняется, конечно. В лучшую сторону красивее становится. Мои дети тоже живут на Ровле. И внуки есть у меня. Никуда отучились и вернулись обратно, живут на Ровле. Живу всю свою жизнь, все 31 год, все здесь. Конечно, меняется в лучшую сторону. Школу отремонтировали. Кругом все ремонтируют, все улучшается. Площадки поставили детские. Речка красивая, все очень красивые здесь места, живописные. Все лето на Ровле сустракает 34-ю весну после авары на Чернобыльской АЭС. Про то, что количество ее наступствы серьезно изменили обличие района, нагадывая, хиба что мемориал. На им высячены назвы 36 населенных пунктов, которые изникли с карты района. Отселены были больше за 15 тысяч человек. Но сейчас, про 30 лет, район дыхает свободно. Земля становится чистой. В уголе в Гомельской области за опошние 25 годов в Велево оборот больше за 16 тысяч гектаров земель. В этом леку приросли и на Равлянске в Годзе. Сейчас на их ужусеют хлеб и выросшивают лес. В рамках Чернобыльской держпрограммы худка запрацует новая молочно-товарная ферма. Это позволит повеличить поголовье и выловую вытворчество молока. Так само открыть машино-тракторный парк и уборочную можно будет проводить значно худшей. На сегодняшний день в реальном секторе экономики у нас числятся 10 предприятий, два из которых градообразующих, можно сказать. Обновление происходило на фабрике «Красный Мазырянин». Люди занимаются собственным делом, ремесленнической деятельностью. Индивидуальных предпринимателей мы тоже стараемся поддержать, выделяем им бюджетные поддержки для организации собственного дела. С реализацией потенциала в районе будут появляться и новые працованные места. А в тандеме с активной будовлей район будет жить. Ганна Ковалева, Ганна Корольчук, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства теленовины Узнаровлянского района. До 28-го красовика могилки в зоне отчужения и отцеления можно будет наведать без специального пропуска. Только нельзя затримываться в зоне позднее 17-ти годин. При себе необходимо иметь пашпорт и другие документы, которые свешат особу. А так само документы на транспортный сродок. У выпадку, когда могилки находятся в пограничной зоне и хочет наведать иншадземец, придется отримливать пропуск у пограничной службы. А в целом нагадаем, что у теперешней эпидситуации от наведывания могилок на Радовницу рекомендовано устрематься. Это лучший способ спынить распосюживание коронавирусной инфекции. Подадзенных в Министерство ховы здоровья по станции на 20 шатерта красавика у Гомельской области выявлено 460 выпадков заражения коронавирусом. У Раши нагадываются о правилах наведывания громадских мест, заховании дистанции, выкоростании масок и гигиене рук. В выходные дни так само в арте отмывается от наведывания пожилых родных и пикников на свежем поветре. Когда у компании окажется хоть один инфицированный, остатым придется с истинно самоизоляцию и подназирание медперсоналу. В этой сувени медики раець отдавать перевагу прогулкам на природе, які не несут рызыки заразиться коронавирусом. 148 годов со дня створения. Гомельская областная организация «Освод» сегодня означает прессийное свято. В этот день водолазы, воротовальники и все супрацовники структуры не отпадшиваются, а рыхтуются до нового купального сезона. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова довелось, как проходит под рыхтовка и на чем робят акцент у «Освода» сегодня. Купальный сезон для специалистов «Освода» – самый напруженный час. До его рыхтуются старанно. Водолазы проводят навучальные опускания, досконало проверяются лодки на воротовальных станциях. А лихутка матросы разберут их по водоемах Гомеля, как патрулировать водную простору и при необходимости прийти на допомогу. Тут же и знакомитая пирання одна из четырех в Украине. Эта лодка практически усюдыходная, может переодолевать и воду, и затоны, и навод лед. Такая маневренность допомогает, коли рахунок идти на секунды. Также в течение круглого года работают наши станции, выполняют профилактические мероприятия по спасению, по запрету выхода на лед. Когда период ледостава – тонкий лед, то есть идет предупреждение граждан об опасности нахождения на тонком льду. Также выполняются поисковые работы. К сожалению, случаи утопления присутствуют. И в этом году, так как лед был у нас тонкий, вся зима была период ледостава, поэтому приходилось выезжать на поисковые работы, спасать людей. Поспели у Гомельским областным отделением свода реализовать еще один проект. Тут навучают сезонных матросов-выротовальников. Пилотный проект запустили в минулом году. Он оказался успеховым, и научение непрофессийных выротовальников уйшло в систему работы организации. В этом году звание матроса отримают больше за 100 доброохотников из всей в области. Працовать на воде яны будут с 1 мая по 31 жюня. Некоторые из них пришли другий год за пар. Александр Руханович был военный из Петрикова. Кажет, что ему за все-таки хотелось допомогать людям. Как доведался об курсах освода, твердо выращу прийти на научение. Его допомога пришлася до речи. В 2019-м Александр допомог продухелить трагедию на воде. На самом фронте стою, и вот женщина приходит с ребенком, с двумя, даже с тремя детьми, от трех до пяти лет. Можете представить, это возраст, который не контролируется ребенком. Мама сидит в пяти метрах от берега, как сейчас принято, в гаджетах она сидит, дети ногами в воде уже. Пользуясь случаями, я хотел бы перед сезоном обратиться, нельзя так делать. Нужно все-таки на расстоянии вытянутой руки, и тогда все мы будем живы и здоровы. Праца матросов, вырятовальников и водолазов запотребованные зауседы. Летом специалисты допомагают отпочивающим, а зимой рыбакам. На перакор регулярным попереджением тыев все равно выходит порыбачить на тонкий лед. С початку года в Украине до утопления загинули 60 дорослых белорусов. Вырятованы 23 человеки, из их трое детей. В Гомельской области загинули 9 человек, двоих удалось вырятовать. Причинами этих происшествий явились нарушение правил поведения на воде, незаконный лов рыбы, невыполнение запрета на выход маломерных судов на воду в данный период нереста, ну и также, как всегда, состояние алкогольного опьянения. Ведется вахтенное наблюдение, проводится патрулирование береговой линии, индивидуальные беседы с отдыхающими у водоемов с целью не допустить происшествий на воде. В Зарусу в области створены 15 воротовальных станций, 13 постоянно деющих постов и 10 сезонных, где працуют майстры своей справы, больше 280 штатных работников. За почтные пять годов Гомельская областная организация «Освод» троече становилась переможцей республиканского споборництва по выниках деянности. Вероника Гомзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Наступный сюжет с категории проблемных, где моральные аспекты и закон настолько тесные, переплетенные, что недосвеченному человеку докладно не разобраться. И когда одному сдается, что порушенные его правы, а иншие с этим не сгодные, застается шукать правду в судах. Зараз такое супростояние возникло помеж Гомельской епархии приходжанка из Добружского района. Что стало камнем спотекнения, доведалась Марина Джалая под час пресс-конференции. Недавно в СМИ з'явилась информация об тем, как Гомельская епархия небыто обрабовала же харку везки Дубровка Добружского района Ганну Дробушеву. А минавито присвоила себе икону, яка належит ее семье. К рыхлу истории. От мати женщине досталась отсюда творная икона скоропослушница. А до этого образ был доставленный в 1905 году в Дубровкуда священие храма у Гонор увядения Божьей Мати. Написана икона на Афоне в 1901 году. В 30-е церкву закрыли, под час войны отновили. В 50-е годы в храме снова припинились богослужения, и тут открылась школа. Частку икон люди забрали с собой. Так образ оказался у семьи Дробушевых. Во время войны в НУ была созвана община и открыт этот веденский приход. Приход просуществовал фактически до 1950 года. Последнее богослужение в приходе совершалось в 1948 году. И после того, как больше года не совершалось богослужение в храме, не было там настоятеля, было об исполкомом города Гомеле принято решение о закрытии прихода и передаче здания под школу местную. Что и произошло, на что у нас имеются архивные документы, подтверждающие все эти события, эту жизнь прихода. Да, наверное, тогда люди как раз и забрали все образа с храма, какие там находились. Кто взял скоропослушница, кто-то взял Николая, другие. И вот там отчетимый образ ведения, который находится сегодня в деревне Дубровка в храме. И вот до того, до 90-х годов в Дубровке храма прихода не существовало. Прикладно, 20-ти годов тому же Харавиоски при уделе керавництва Дубровского района и Кармянского прихода побудовали церкву. У новый храм Ганна Дробышева принесла скоропослушницу. На той час в этом же районе, у Карме, служил сегодняшний архиепископ Гомельский-Жлобинский Степан. Он увидел в Дубровской церкви судотворные образы и попросил его на непротягливый час взять у свой приход для поклонения прихожан. Дальше, в Дубровце было небезпечно тримать такую икону. Оховных систем, которые смогли гарантировать ее захованность, там не было. Некольких годов тому был загад установить техничные сроки безопасности в храме. Их вводят в заблуждение тем, что епархия забрала, так епархия забрала, потому что есть предписание епархиального совета и епархиального собрания о том, что иконы, утварь и так далее должны сохраняться. И все ж таки, не глядяши на рызаку знаходжение каштонной иконы у Дубровцы, гомельская епархия вернула образ увязковую церкву, тому, что отрымала инши, а маль аналогичны. И вось здарыласья тое, что и продбачила епархия. Летость у веросней скоропослушницу скрали, бо ни камеры вида и назирания, ни сигнализацию там так и не установили. Коли злодзе затрымали икону, как не повторилось злочинство, суд призначил покинуть на захованию у епархии. Унук Ганы Дробышевой Валеры, який выступает в суде ее законным представником, потребуя вернуть икону семьи. А ли никаких подтверждений, что скоропослушница уластность Дробышевых нема? Есть документы, которые свечат, что вся церковная маёмость, якая до 50-х годов минулого 100-го года могла трапить на захование до людей, належит Белорусской православной церкви. Будет рассматриваться вопрос об установлении права собственности на данные иконы поскольку у нас имеются два претендента. Это физлицо Дробышева Анна Даниловна. И мы, Белорусская православная церкова, то мы будем просить суд установить право собственности на данные иконы с учетом предоставленных нами доказательств за Белорусской православной церковью. Наша единственная цель, чтобы данные иконы остались в церкви и они дальше могли служить людям. Дарайше, образ оцененный минимум у 20 тысяч рублей. Кропку в этой справе нагадаем поставить суд, на кей отбудется на початку мая. Коли икона застанется у епархии, ее смогут убачить усе верники. А коли право володания передадут семьи Дробышевых, далейшую ли оскаропослушницы, невядомые. Принаджалая Валерия Хапанько, телерадио «Компания Гомель». Завтра в эфире «Беларусь Шатыр» и пятая программа нового цикла проекта «Большим спорт». Серебряный призер Олимпиады 1992 года, чемпион света и переможца Кубка света по вольной боротьбе Сергей Смаль. Не только титулованный спортсмен, а и заслуженный тренер, который с долей вырастить достойную вышаницу. Мария Мамашук выиграла на Олимпиаде Урыя «Сребра». Дякую, кому Смаль трапил спорт, кто для его завсёды застается прикладом, «Большим спорту» в неделю 26-го красавика в 19.45 на телеканале «Беларусь Шатыр и Гомель». Эти и инши новинные информацию о проектах телерадио «Компании Гомель» вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.